За два последних года подержанные машины подорожали в среднем на 60%. И сегодня средняя цена сделки по купли-продаже составляет примерно 1 миллион 300 тысяч рублей. Статистика аналитических агентств показывает, что сильнее всего подорожали доступные машины российского производства. Рядового покупателя буквально отрезали от доступных недорогих БУ машин. И сегодня, опираясь на опыт технических специалистов, мы отобрали 10 топовых автомобилей и составили собственный рейтинг автомобилей до 500-600 тысяч рублей. Давайте начнем. На десятую строчку мы решили поставить Chevrolet Cobalt. Он заслуженно занимает последнее место. В России этот автомобиль не получил должного распространения, но найти живые машины вполне возможно. Бюджетный седан с корейской начинкой, который собирали в Узбекистане под американской маркой Chevrolet. Вот такой необычный симбиоз предлагает нам модель Cobalt. Долго думать над выбором комплектации вам не придется. Безальтернативная полторашка работает совместно с механикой или полноценным автоматом. На версии с автоматом приходится примерно одна треть от всех предложений рынка. Оцинкованный кузов, нормальная сборка, высокий клиренс в 160 мм и невероятный багажник в 563 литра. Cobalt мог бы стать покорителем российских дорог. Мотор серии S-TEC-3, создан корейцами для стран третьего мира. Имеет маркировку B15D2 и практически лишен слабых мест. Агрегат запросто отходит 350 тысяч километров. Такой же мотор установлен на Deo Gentra и Ravon Nexia R3. Крупный вместительный салон выгодно выделяет Cobalt на фоне конкурентов. Жестковатая, но энергоемкая ходовка также считается преимуществом. Ближайшим родственником автомобиля является Chevrolet Aveo. Можете посмотреть и его. Cobalt прост и надежен. На словах все хорошо, но на практике все плюсы перечеркиваются внешним видом. Однако кризис показал, что многие готовы смириться с этим, чтобы исправно доезжать из точки А в точку Б, откинув размышления о статусе на дороге и уважении окружающих. Следом в подборке Ford Fusion. Он является единственной моделью, которая собиралась в Германии и нигде больше. Автомобиль проектировался как уменьшенный городской кроссовер с просторным салоном и достойным клиренсом. Для этого была взята Fiesta пятого поколения и увеличена по всем направлениям. Эти машины настолько одинаковы, что имеют схожий каталог запчастей. Производство стартовало в далеком 2002-м, а до России эта хорошая недорогая модель добралась в 2004-м. Российские маркетологи придумали вот такой слоган «Ford Fusion для дачи нужен». И да, реклама сработала, неприхотливые россияне начали скупать фьюжены. Модель отлично продавалась до 2012-го, а затем ушла с конвейера, не получив наследника. Fusion, словом, машина для тех, кому более дорогой фокус был просто недоступен. Неплохой автомобиль в состоянии б.у. за 500-600 тысяч имеет скромные комплектации. В базе вам достанутся весла вместо ESP, а кондиционер доступен лишь в максималке. Аскетичный Fusion, несмотря на неплохой клиренс, имеет достаточно жесткую ходовку. Среди недорогих б.у. машин вы встретите экземпляры с мотором 1.4 литра Duratec. Такой Fusion будет весьма вялым на трассе, а вот Duratec 1.6 будет куда интереснее. Машина 1.6 комплектуется надежным автоматом, но в таком случае покупка перейдет в разряд автомобиля до 700. Механика также будет неплохим вариантом, а вот робот лучше добавить в личный черный список. Не стоит. Строчкой выше еще одна малютка – это Mitsubishi Colt 6. Многие владельцы хвалят этот автомобиль, называя его чистокровным японцем. Это не совсем так. Компания Mercedes-Benz в начале нулевых решила, что пора заполнить пробел в линейке и выпустить наконец-то компактные автомобили. Немцы влили кругленькую сумму в разработку машин, запустив суббренд Smart. Автомобиль Smart 4.2 в кузове V454 получил достаточно богатое оснащение. Кузов состоял из качественных металлов с продуманными зонами деформации, а часть панелей была выполнена из стеклопластика. Немцы быстро осознали, что проект получился убыточным и привлекли к партнерству компанию Mitsubishi. Так и появилась модель Colt. Производили её на заводе Netcar в Нидерландах, где ранее выпускали Volvo S40 и V40 вместе с их клоном Mitsubishi Carisma. Примерно за 500 тысяч рублей вы получите хэтчбэк с просторным салоном, полностью оцинкованным кузовом и цепным двигателем немецкой сборки, который проходит без проблем в 500 тысяч километров, даже без замены цепи и каких-либо вмешательств. Но Colt имеет ряд минусов. Гремящий салон, дубовая ходовая исключительно для городских условий и достаточно недешёвые запасные части расходники. Да, это лучшее бюджетное авто для тех, кто ценит вечный кузов с неубиваемым мотором. Прицеливаться лучше на комплектации с мотором 1.3 и маркировкой 4А90 с механикой. Робот покажется капризным, поскольку требует регулярной адаптации, а стоимость его ремонта превышает 50-70 тысяч рублей. Бонусом станет смешной расход в 6 литров в смешанном цикле. Главное не забывать проверять автомобиль перед покупкой. Благо технологии для проверки шагнули далеко вперёд. И яркий тому пример – долгожданная новинка от CarSys. Этот прибор собрал в себе все функции, которые необходимы для выбора автомобиля. В первую очередь это пожизненная гарантия и поддержка от производителя. CarSys разработан и производится в России, город Омск. Можно быстро решить любой вопрос, просто написав или позвонив всех в поддержку. Интерфейс прибора полностью на русском языке. Он прост и понятен. Все необходимые для работы инструменты активируются нажатием одной-двух клавиш. Здесь нет ничего лишнего. Автокалибровка за одну секунду, наличие турборежима, а специальная цветовая индикация со звуковым сигналом даст понять, если что-то не так. Индикатор цинка, фонарик и ультрафиолетовый детектор, морозостойкость и многое другое. Но лучше, как говорится, один раз увидеть самому. Сделать это можно на Озон. По ссылке в описании. Кальсис. Надежный помощник в автоподборе. Едем дальше. На седьмой строчке Шкода Фабия МК2. Ни один рейтинг недорогих автомобилей не способен обойтись без представителей концерна ВАК. Санкционный бренд давно покинул страну, а чешские машины заметно подорожали. Поэтому удовольствоваться придется крайне бюджетным автомобилям с пробегом до 500-600 тысяч под названием Фабия. Автомобиль получил платформу PEC U24, на которой построены Audi A2, Seat Ibiza и европейский Volkswagen Polo MK4. Не путайте с российским Polo. До выхода Solaris и Rio машина была одна из крайне желанных в российском B-классе. Затем постепенно популярность сошла на нет. Кузов автомобиля отличается двухсторонней оцинковкой и уверенно сопротивляется агрессивным средам. Ржавчины и дыры на кузове будут говорить о некачественном кузовном ремонте в прошлом. Внутри вас ожидает по-немецки скучный интерьер, хотя такая строгая компоновка не теряет актуальности с годами. За обозначенный нами бюджет купить машину в максималке не выйдет. За наш бюджет вы можете рассчитывать лишь на усилитель руля, кондиционер, электростеклоподъемники и подогревы сидений. Но этого вполне достаточно, чтобы подкопить денег на другой автомобиль и пережить кризисные времена. Примерно 30% авто на рынке это модели с атмосферным мотором BXV1.4, который прослыл как вполне ресурсный силовой агрегат. Ну а остальные бюджетники обладают неплохими трехцилиндровыми моторами, которые нагружают вибрации и без того шумный салон. Поэтому присмотритесь к 1.4. Едем дальше. Строчкой выше – Opel Corsa D. Из-за кризиса россияне вновь начали проявлять интерес к компактным и экономичным автомобилям. Если предстоит купить машину относительно недорогую, то стоит прицениться и к Opel Corsa D, с ярким дизайном, доставшимся от Astra H. Трех- и пятидверные хэтчбеки делят платформу с Fiat Grande Punta. Сборку проводили в Германии и Испании с 2006 по 2014. Corsa получилась динамичной и комфортной. В бюджет вполне укладываются даже топовые комплектации Cosmos с автоматом, хотя в продаже они встречаются нечасто. Литровый мотор стоит откинуть сразу. Выбирать придется между агрегатами Ecotec с объемом 1.2 или 1.4 литра. Выбор стоит делать в пользу старшей версии. Corsa с роботом откровенно сливают из-за низкого ресурса, а вот автоматы от Aisin запросто проходят 300 тысяч километров, а то и более. В меру жесткая ходовая вкупе с электроусилителем работают как единое целое, давая ощущение сбитости. Corsa уверенно держит дорогу, не ощущая колейности на наших дорогах. Малобъемистные цепные моторы имеют неплохой ресурс, но склонны к течам масла. Некоторые водители уверяют, что динамики недостаточны и приходится выкручивать их на максимум. Механические трансмиссии после 200 тысяч километров нередко требуют замены подшипников, а самое сложное это найти живую машину. Поскольку аудитория модели специфична, на рынке много откровенно убитых образцов. Но если вам удалось найти живую Corsa 1.2 на механике или 1.4 с автоматом, то можете смело ее забрать. Едем дальше. Пятая строчка и Renault Symbol. Вспомните жирные нулевые, когда европейские новые машины продавались по 400-500 тысяч. В те времена россияне посмеивались на Symbol, считая его гадким утенком в семействе французских автомобилей. Буквально 5-7 лет назад Symbol был в числе первых по потере остаточной стоимости. Люди отказывались покупать живые 10-летние Symbolы за 100-150 тысяч. Статистика сайтов объявлений показывает, что полностью целый Symbol от одного хозяина мог за копейки продаваться несколько месяцев и порой безрезультатно. Но сытые времена для автолюбителей закончились. В мегаполисах раскуплены все более-менее годные автомобили, и теперь Symbol не кажется таким смешным. Наконец-то можно поговорить об этой модели вполне серьезно. Renault Clio надоел обеспеченным европейцам еще в нулевых, и модель отправили покорять страны третьего мира. Модель слегка удешевили, наладив сборку в турецком городе Бурса, и на выходе получился Symbol. В линейке Renault она заняла место между аскетичным Logan и более премиальным Megane. Symbol всегда оставался тенью Logan, который оценивался дешевле. Сильное место – кузов с качественным оцинкованным покрытием, сохраняющим исходный вид даже спустя 15-17 лет. Передние крылья были пластиковыми, стальные стали устанавливать после перехода ко второму поколению. Так вот, компактный седан удивит вас своей ходовой частью. Она настолько энергоемка, что запросто уделает некоторые кроссоверы по уровню ходового комфорта. Простой мотор K4J будет ходить долго, да и найти его можно на разборке за вменяемые деньги. Автомат AL4 признан не самым надежным, поэтому стоит смотреть в сторону механики. Кстати, салон выглядит чуточку наряднее, чем у Logan, да и уровень оснащения немного выше. Активные подголовники, мультируль, 6 динамиков и регулировка сидений по высоте. Здесь можно найти плюшки, которые владельцы Логанов с румынскими корнями не увидят никогда. В общем, без лишнего пафоса стоит подчеркнуть, что время этого гадкого утенка настало, и машина заслуженно попадает в топ бюджетных и надежных автомобилей. Ладно, едем дальше. Chevrolet Lachete. Некогда этот автомобиль был востребованным. Сегодня же это еще один вариант машины примерно за 500-600 тысяч. Сие творение придумано корейцами от General Motors Deo. И дизайн, и название пришли из итальянского бюро. Модель выполнена на платформе J200, которая досталась ей от Deo Nubira. В России машина появилась в далеком 2004-м. Чистокровного корейца найти не выйдет, ведь сборка производилась на калининградском автоторе. При этом машина собрана из вполне достойных компонентов. В ней можно отыскать узлы от Bosch, Siemens и Aisin. Сегодня калининградский автомобиль за полмиллиона выглядит достаточно аморфно, хотя в нулевые автомобильные журналы хвалили дутый кузов с агрессивной задней оптикой. В указанный бюджет отлично входят образцы с мотором 1.4 литра с маркировкой F14D3. Реальные отзывы о Chevrolet Lachete подсказывают, что в такой комплектации калининградский кореец будет вялым и пригодным лишь для города. Старше F16D3 и F18D3. Они окажутся более универсальными и динамичными. Владельцы рекомендуют покупать машины после 2007-го. К этому времени опелевские моторы удалось избавить от врожденных болезней. Имейте это в виду. Недорогие Lachete часто покупались на периферии, поэтому 90% представленных на вторичке машин имеют механическую трансмиссию. И если вам нужен автомобиль в хорошем состоянии для своих лет, вам попадется Lachete 1.4. На овощные моторы приходится до 35% от всех предложений. Запомните, Lachete не самая экономичная машина в плане топлива. Также узлы и агрегаты нередко выдают утечки. При этом Lachete не имеет глобальных проблем. По сравнению с конкурентами он стабилен и вполне надежен. Тройку лидеров нашего топа открывает Kia Spectra. Автомобиль появился в конце 90-х под названием Kia Mentor. Сепия на внутреннем рынке Кореи. Корейцы начинали с неумелого копирования японских деталей, но затем стали быстро развивать свой автопром, создавая уникальные наработки. И Kia Spectra это лицензионная копия Mazda 323BG с некими стилистическими доработками. Уже в начале нулевых модель морально устарела на корейском рынке, там ей на смену пришел автомобиль Cerato, и Spectra отправили доживать свой век в Россию. Так проходило неоднократно с архаичными корейскими и японскими машинами. Сборку наладили на Ish Auto в 2004. За баззначный бюджет вы без проблем найдете Kia в хорошем состоянии, а если немного поднять планку еще, то запросто подберется около идеальной Spectra на автомате или с американским мотором 1.8. Во всех прочих случаях вы получите маздовский мотор 1.6 литра с маркировкой S6D. На механике до сотки агрегат разгоняется с 12 секунд, а на автомате аж за 16, абсолютный антирекорд. Есть и другие недостатки. Длинный капот вкупе с клиренсом 154 см кратно уменьшает геометрическую проходимость. Владельцы считают ходовую часть мягкой, из-за этого машина раскачивается и часто ловит отбой. Вишенкой на торте станет кузов, оцинкованный в катафорезной ванне. Эта машина вошла в рейтинг лучших автомобилей, как неказистая, но вполне надежная. Вторая строчка и Рено Логан первого поколения. В этой категории можно почувствовать себя Ротшильдом или Рокфеллером. Вы сможете купить румынское авто до обозначенной суммы практически в любой комплектации с любым мотором. Есть единственное уточнение, выбирать придется из образцов первого поколения до 2016 года. За эти деньги вам продадут Логан с окрашенными бамперами, литыми дисками, кондиционером и стеклоподъемниками. Среди наших соотечественников существует стереотип, что Логан это машина для такси. По этой причине несколько раз в неделю в вашу машину будут залазить незнакомые люди, требуя куда-то довезти. Шучу, конечно. Если вы не боитесь стереотипов и ищете рабочую лошадку, то Логан станет годным претендентом. При осмотре точно выяснится, что добрая часть автомобилей на рынке достаточно уставшие экземпляры из-под такси. Но в этом и есть показатель. Некоторые заявляют, что без капиталки машина запросто проходит 600-700 тысяч километров с незначительными вложениями. При осмотре лучше игнорировать Логан с двигателем 1.4. Достаточно увеситься, машина с таким мотором будет буквально умирать на дороге. А версия с объемом 1.6 оснащена агрегатом К7М. Это проверенный восьмиклапанный двигатель от французов, который мы рекомендуем. Описывать этот бюджетный автомобиль не стоит, поскольку он и так на слуху. Кузов хорошо сопротивляется к коррозии, расход на обслуживание просто минимально. Но бесспорно, если хотите расширить круг поисков, то стоит рассмотреть и Сандера, тот же Логан в кузове хэтчбэк. Сандера считается моделью для молодых, но по факту это такой же автомобиль для дачников, пенсионеров и таксистов. Ну и на первом месте у нас расположился Kia Rio второго поколения. Унывать не стоит. Это вполне сносная машина, и в нашем рейтинге она получает первое место не из-за надежности или красивого кузова, а из-за народной любви к корейским машинам. После рестайлинга в 2009 комплектации стали слегка богаче. До этого года к нам поставлялись импортные машины. Если вам попадается образец моложе 2010-го, то собирали его однозначно на Калининградском автоторе. Kia Rio 2 это отличная машина до 500 тысяч. Но есть одно но. За эти деньги отыщется Rio с двигателем G4EE1.4. Пустым салоном и механикой. За автомат и двигатель 1.6 придется доплатить сверху 100-200 тысяч рублей. Да, времена сейчас непростые, поэтому отказываться от покупки точно не стоит. Даже пустая машина на овощном моторе будет исправно доставлять вас во все нужные точки. И ломаться она не будет. Ну почти. Заслуженная первая строчка нашего рейтинга. На сегодня это все. Пишите ваше мнение в комментариях и предлагайте ваши лучшие варианты за обозначенный бюджет. Будем обсуждать вместе. На сегодня это все. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok